В селе Куксу, что неподалеку от Топара, между бывшими супругами произошла ссора, после которой мужчина нанес несколько ножевых ударов своей бывшей жене. Больше недели женщина на грани смерти находилась в реанимации. Однако преступник до сих пор на свободе. Динара Сартаева о непростых семейных отношениях. Он гуляет на свободе, а дочь умирала, у нее клиническая смерть была. Спасибо врачам, дай бог им здоровья, и их детям, и всем, что спасли моего ребенка. В ту ночь, вспоминает Наталья, бывший муж, 38-летний Олег Нафиков, пришел в гости в сильном алкогольном опьянении. В доме находились мама Натальи и трое несовершеннолетних детей. С раннего утра мужчина стал вести себя неадекватно, нервничал, придирался ко всему. Со слов Натальи, в тот момент с младшей дочерью на руках она сбежала от тирана на улицу. Однако бывший супруг поймал женщину возле дома. Он первый раз вытащил ножик, получается, но я его не видела, я просто почувствовала боль во рту, что он, как считаю, меня полосанул. Потом мы развернулись с дочерью младшей на руках, и мы побежали в ту калитку убегать, в ту сторону. И он, получается, на ходу два раза ударил меня ножом. Но это как дети говорят, я не помню уже точно, что было. И там он около калитки повалил нас всех. В шоковом состоянии женщине все же удалось убежать к соседям. Однако в это время старшая дочь Зоя продолжала бороться с собственным отцом. Ну, а тут он их, получается, как бы догнал, они вот так вот, мама вот так стояла, он ее пырнул ножом, завалил их. Катя, средняя сестра, она ударилась об эту железку лбом, расшибла себе лоб, папа нанес маме два ножевых ранения в спину. Вот это все я видела. В семь утра Наталья Нафикова была доставлена в приемный покой в Абайскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Женщина потеряла три литра крови и перенесла три операции. Девять дней Наталья находилась между жизнью и смертью. Два дня находилась в коме. В описном эпикризе написано у женщины ранение грудной клетки, левого легкого, сквозное ранение селезенки, передней стенки желудка, геморрагический шок и анемия второй степени. Страхи так и живем. Все, вот страх не проходит. Приедешь, вот даже сюда огород этот полить, ягоду эту собрать. Все трясется. Все, сил никаких нет. Вот это вот видеть матери, когда на ее глазах режут ребенка. Экс-супруга задержали и предъявили обвинение. Однако, со слов дочери, в этот же вечер отец был выпущен из следственного изолятора домой. Мы пытались что-то добиться, ничего не получилось. И 3-го числа мы уже поехали в Абай, в прокуратуру. Там вот бабушка написала заявление. Они как бы сказали нам, кто следователь. До этого мне не говорили, кто следователь. Что, почему? Они привезли следователя. Оказалось, что дело закрыто еще 1-го числа было. Так как не было заявления. Ну, какое может быть заявление? Так как мама лежала в критическом состоянии в реанимации. Она не могла давать. А когда им говорили, придите, возьмите заявление, она может дать. Они не приходили. Потом, с того, как я съездила в Абай, приехали, взяли с мамы заявление. Но тоже его не закрыли отца. Тогда Анафикова обратились за помощью к адвокату, чтобы наказать собственного отца. Но и в этом деле проиграли. Когда мы пошли и стали у нее требовать деньги обратно. Ну, что, раз так, это самое, вы не хотите нам помогать. Она сказала, я уже налоги заплатила. Ну, пусть она налоги заплатила, а остальные отдаст. Тогда мы наймем другого адвоката. В частной адвокатской конторе на вопрос, почему уже два месяца дело Анафиковых до сих пор не сдвинулось с мертвой точки, не ответили. Адвокат Мария Гук, которая ведет дело Натальи, видимо, не заинтересована дальнейшей судьбой подзащитной. Пожалуйста, пусть она отказывается. Ради бога. Положенные по 50-50% по закону возврата я ей верну. Сейчас мать и напуганные дети по вине отца скитаются по съемным квартирам. Дом экс-супруг собирается продать. Сегодня Анафиковы надеются, что справедливость восторжествует и злоумышленник понесет наказание по закону. Динара Сартаева, Каират Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Каргандинский.